Наги, скажите, будь ласка, вы миллионарь и валюти? В долларах, но у меня же деньги в недвижимости, поэтому я подсчитываю, на сколько она стоит сейчас, сколько она будет стоить, и из этого исхожу и в своих тратах, и в своих жизненных планах. У нас постсоветская экономика, в общем-то, и те люди, которые находятся у власти, которые находились до них, в принципе, они стараются продолжать государственно управлять экономикой. Вы, кажется, постсоветская экономика, что вы имеете наоборот? Это то, что очень много государственных предприятий находится в управлении государством. То есть государственные чиновники распоряжаются тремя с половиной тысячи предприятий. Соответственно, это все коррупционно, потому что сажают директора завода на мультимиллионный завод, и он распоряжается этими потоками. В результате этот завод окружает множество частных компаний и его родственников, и они фактически грабят это предприятие, и государство от них ничего не имеет, кроме головной боли. То есть они фактически не государственные, да? Да, да. Квази, де юра, они не государственные, де-факто, они работают на кого? Самый успешный класс на сегодняшний день в Украине – это класс чиновников-бизнесменов. То есть фактически чиновнищая должность – это должность бизнесмена, которая распределяет государственные потоки. У меня даже такая формула созрела, как оценить реформы в Украине, да? Насколько свободно передвижение товаров, денег и людей. И вот за этот период, даже после революции, когда прогнали Януковича, замедлилось движение денег, товаров и людей. То есть Национальный банк установил, там, предъявлять надо паспорт на обмен валюты, он запрещает свободно распоряжаться своими деньгами, выводом своих денег. То же самое происходит с товарами, он задерживается на таможнях, он цепляется от чиновников. Те на этом, конечно же, зарабатывают. И людям стало хуже двигаться, потому что усилились эти блокпосты, контроли. Ну, смотрите, есть такая Чикагская школа экономики, которая Милтон Фридман ее там основал, и он либертарианец. Он считал вообще, что все регулирует рынок, не надо ему мешать, и государство должно быть как можно меньше в экономике. И он приводит примеры, там, Гонконг, Сингапур, которые очень быстро выходили из кризиса. Здесь, находясь Чикаго, я вижу, что Чикаго в 19 веке, это была практически безналоговая страна, которая очень быстро поднималась на мирном пространстве. Во время, как Европа была там раздираема, там, революциями, там, от сословий избавлялись, то здесь была свободная экономика. Но экономика, Америку очень сложно ставить в приклад, что это вообще уникальная страна в определенном сенсии. Что, правда, в 19 веке, она даже не в том выглядит. Нет, она послужила примером, она послужила примером вот этого не либертарианской страны. Когда появляется на земном шаге новая свободная территория, там, где свободно передвигаются товары, деньги, люди, туда устремляются деньги, люди, и они начинают туда насаждать технологии. Я с вами погоджусь в цьому сенсу, а поднимемся, з іншого бога Америка может дякувати боговій географії земніх уліт за своё изольоване від решти в світу положение. Да, да. Если ты находишься в центре Европы, ты стаёшь, в принципе, переважно, ты перебуваешь исторично, как говорится, объектом, а не субъектом истории, это не может не впливать на экономику, правильно? Верно. Есть отличная страна, которая вам понравится. Это страна Нидерланды, Голландия. Это страна на подтопленных землях, очень плохим кливотом северным, но так как у них всё было плохо, они приняли самое либеральное законодательство того времени. Это ещё до создания Соединённых Штатов Америки. И они такое приняли законодательство. В результате туда уж стремились все евреи Европы, вся наука Европы, потому что там была инквизиция, и фактически все Нидерланды были построены приезжими. Сами нидерландцы, они ничего строить не могли. Приехали немцы, приехали там с соседних стран, с Францией люди, приехали евреи из Испании, которые бежали от королевой резни. И там вот эти все каналы построили, все вот эти вот ветряные мельницы, и Голландия на сегодняшний день богатейшая страна. Что обеспечила Соединённые Штаты себе? Тут постоянный приток денег, людей и идей, то есть людей с мозгами фактически. Из Украины сейчас у нас отрицательный баланс, у нас уменьшается количество населения. То есть отчего они оттуда уезжают? Высокие налоги, высокая коррупция, отсутствие денег на территории страны. Они уезжают в благополучные страны. На сегодняшний день экономисты, в том числе и американские, знаменитый автор Кривой Лафера, он приезжал в Киев, и он говорил примерно те же слова, что говорил Милтон Фридман. Украина, когда она находится в таком растерзанном состоянии, не может брать на себя европейские или даже американские налоги. То есть она должна вначале дать людям 40 лет пожить без налогов, стать богатющими гражданами, то есть значит слабое государство будет, слабое социальное обеспечение, но люди станут богатыми, очень быстро. И тогда вводить налоги через 40 лет, не вопрос. Отсутность податков – это музыка для двух каких-то поживателей, приемная музыка, которую мы слышим на хроне. В Украине это слабо понимается народом. Но то, чего я хотела сказать, мы сейчас находимся в напеврозвале Новостанта, грубо говоря, что где-то ресурсы аккумулятятся в каких-то отдельных руках, но до тех руководителей мы добираться не можем. Чи есть сенс сейчас отпускать экономику, до чего вы вызываете? Если мы ставим цель двигаться медленно в Европу, превращать Украину в такую настоящую Европу и в дальнейшем получить большой отток населения в Европу, потому что если мы внедрим полностью европейские законы, откроем границы, то с Украины выйдут 20 миллионов человек. Они разъедутся по всей Европе, они устроятся там на работе, они станут европейцами. Но на территории Украины останется 20 миллионов, а может быть даже меньше населения, потому что смысла там оставаться с такими налогами не будет. Я вам объясню почему. Потому что есть такой климатический фактор. И Украина находится на… вот Киев находится на 44-й широте. Вот даже Чикаго находится на 41-й. А по теории, которую я там изложил в книге «Как стать авантюристом», все самые благополучные мегаполисы находятся между 37-й и 42-й широтой. То есть в самом благополучном поясе. Там, где хорошее давление, там, где растет виноград, там, где льется вино, там, где человек комфортно себя чувствует. Движение денег начинается в тех местах, где им выгодно. Очень простой ход. То есть если выгодно будет на территории Украины жить и работать, туда устремятся люди. То есть не будет выезда. И нам вместо европейских законов надо вводить свободную экономическую зону, становиться за 40 лет самыми богатыми в мире и, в общем-то, жить процветающей жизнью. На вскидку 5 мест, которые выважаете, имеют потенциал за инфраструктурой, за ресурсами, которые могут стать... В Украине? Да, в Украине. Только Киев, может быть Львов частично и Одесса. И достаточно многих стран, столицы государств, столицы стран, каких-то географических, одиниц, они не имеют аккумуляцию великого бизнеса. Это, в сути, политические центры. Да. Ну, если предположить, что 5-10 внедрено, у нас на 40 лет без налоговой территории, то, безусловно, нам надо будет решать вопрос выезда политической столицы в другой. Мы даже подобрали этот город, этот город Переяслав-Хмельницкий. Он отлично подходит территориально для такого нашего Вашингтона нового. А Киев был бы очень крупной столицей, мегаполюсом, потенциалом роста до 10 миллионов человек. Чи вважаете, что в такие скрутные часы слід відмовлятися від регулятивной технологии? Ну, сейчас регулятивная. Вот сейчас они регулируют 3,5 тысячи предприятий. Я вам приведу пример на примере Криворожстали. Криворожсталь – это предприятие, которое было приватизировано дважды. Один раз олигархам продали, потом забрали. И сейчас продали индусу. Его продали за 3,5 миллиарда. То есть бюджет был получен на 3,5 миллиарда. Это предприятие сейчас платит в 2 раза или в 3 раза больше налогов, чем платит аналогичное предприятие Рината Ахметова. И тем более оно платит намного больше, чем приносит в бюджет любое государственное предприятие. А вот платить куда? В бюджет, да. Это вот именно налоги. То есть что государство? Мало того, что перестало датировать. И начало получать больше из приватизированного предприятия. И весь вопрос приватизации оставшихся 3,5 тысяч предприятий в том, что вот эти олигархические круги сидят на них и эксплуатируют государственные предприятия. И им не надо их взять. Зачем тратить деньги? Они вытаскивают поток оттуда. Они заключают довальческие схемы. Они разворовывают его, распродают. То есть они делают с ним, что хотят. Как вы собираетесь практично реализовывать такие планы? Потому что пока не дурно вам закидают, что у вас оптичные идеи. Потому что на базе того, что мы имеем сейчас в стране, и тех людей, и понимания, и тех процентов, которые вы набирали на выборах, мы понимаем, что пока у вас нет реального потенциала. У меня ничего нет. У меня есть мечта. Безналоговая Украина на 40 лет. Это мечта. Есть партия, которая зарегистрирована. Это процесс. Есть последователи. Может быть, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч. Сколько надо, я вам скажу. Надо миллион последователей. Надо выиграть все выборы, 226 голосов в парламенте. Надо свой премьер-министр. Но это процесс, который мы стараемся достичь. Насколько эффективно я буду распространять эту идею. Но на сегодняшний день у меня оружие только социальная сеть и YouTube. Потому что на всех своих каналах я просто запрещен. Потому что все каналы олигархические и государственные. Чем аргументуют, говорят, что не формат? Нет, с системой 5.10 спорить невозможно. Потому что это абсолютно выгодно. Но олигархической верхушке, в том числе чиновникам, это крайне невыгодно. Потому что их не надо будет 400 тысяч, их хватит там 30 тысяч для управления государством. И они понимают, что это их смерть. Почувствуйте проблему. Никто не думает. Понимаете, никто же, вообще никто не думает. Я как-то потом уже поймался на мысли, со мной сидит человек спорит. Или политик, или журналист, он спорит, что 5-10 невозможно. Я ему задаю вопрос простой. А с чего 5? И выясняется, что он не знает. Я говорю, а как ты можешь со мной спорить, если ты не знаешь, о чем я говорю? Какого сценария вы схидаетесь? До сценария вирменского парламента, какого там, в 90-го, когда зашли просто стрелы головинного парламента? Не знаю. Дело в том, что ломка... Ведь что такое система 5.10? Вот в 17-м году был переворот, и они отобрали всю собственность у людей. Они погубили целое сословие дворян, священников, капиталистов, зажиточных кричан. Они выбили их всех по образцу. Или выслали из страны. Самый гуманный способ был их отправить вообще. 5-10 возвращает фактически. То есть оно лишает государства собственности. И в этом вся трагедия для государства. Потому что огромное количество чиновников, которые на сегодняшний день сколотили мультимиллионные состояния и сидят на государственных постах, лишаются возможности зарабатывать на государстве. Уходить они будут, конечно же, с кровью. Отодрать их от кормушки можно только с кровью. И только кардинальными решениями. Потому что на сегодняшний день вот то, что затеяли в Украине борьба с коррупцией, идет имитация борьбы с коррупцией. На сегодняшний день 5-10 партий находятся в том состоянии, в котором она находится. Есть Балашов, есть там большое количество последователей. Нет особого финансирования на партию. Мы не нашли олигарха или группу лиц бизнеса или чиновников, которые могли бы просубсидировать эту партию. Почему? Потому что они пока не воспринимают и они не видят в этом выход. Все стараются. У среднего класса нет денег вообще. У предпринимателей в Украине вообще нет денег. То есть их нельзя рассматривать даже как революционные. Потому что они заняты тем, что они зарабатывают деньги. У них подкожный жир очень тоненький. И они могут там неделю побастовать, и после этого они побегут опять работать. А нужны совершенно другие деньги. Дурные деньги нужны. Вот то, что политически дурные деньги. Когда вот, вспомним, Ленин сделал переворот, потому что немцы дали 50 миллионов долларов. А Ганди сделал свою революцию, отделился от Англии, потому что был класс людей, которые сделали на него ставку и дали ему огромное количество денег и содержали его фактически. Возьмем Гитлера, ему дали богатые промышленники, чтобы начать производить оружие. То есть мы видим, что все равно должен появиться некий класс, который заинтересован в безналоговой Украине. И это должен быть богатый. Какого скрыва популярность в Устане? В Устане РИК, в Устане Квыбаре? У него уже майже два ролика. Понимаете, у нас фантастическая популярность в том плане, что вот нас знает в Украине процентов 5 населения. Знает. Из этих 5% голосует половина за нас. То есть те, кто узнал про партию 510, услышал, обсудил ее, он переходит в ряды приверженцев партии 510. Вы кажете, вы долларовый миллионер, вы можете газету выпускать. А я и книжку написал, и вторую написал. 1500 видео снял. Я каждый день это все выставляю в социальную сеть, но для Украины этого недостаточно. Нужны метровые каналы, нужны каналы радио, нужны массовые средства массовой информации. Вы можете купить и субъеки с часом? Ну, это миллионеру не хватит денег содержать канал. Такой, как пятый канал хотя бы, такой, как 1 плюс 1. Не, ну купить и часы, например. У нас не продаются часы эфира. Во-вторых, это крайне дорого все равно. Тот же ICTV или 1 плюс 1 зарядят мне там, я не знаю, за час этот 50 тысяч долларов. Ну, а на Громадский, где ты там, я бы все слушаю, и тупо, и гуляю? С радостью иду на Громадский, и вас туда не пускают. Вас не пускают. Меня туда не пускают. Я и там запрещен. Вы, ну, каково, фантастика? Это фантастика, это какая-то загадка. Потому что нет группы каналов там, ни Громадской, ни общественной организации, ни олигархической. Все объявили вот 5-10 врагом. Потому что, понимаете, 5-10 ломает вообще все. Оно настолько неестественное для Украины. Задачу, чтобы разбогатели граждан Украины вообще не ставил никто никогда. Вы имели пенсионный опыт в парламенте работе? Да, я работал 4 года. 4 года вы здесь работали. Расскажите, мне всегда очень интересно, как это в середине, вполне где далеко, как иллюстративно, как это было? Как вы не знаете, это работа? Ничего интересного. Это как каменный мешок, в котором сидят 450 человек. И часто депутаты не знают, за что голосуют. Эти законы набрасываются в огромном количестве. Часто выдавали вот такими вот пачками, чтобы там разобраться. Как мажоритарщик я пришел, да. А свою политику проводить, чтобы в парламенте нужно иметь либо фракцию приличную, либо большинство. А когда вы одиночко попали в парламент как предприниматель, вы начинаете насаждать свою идеологию. Вам надо либо быть страшно изобретательным. Ну, я там все-таки чего-то добился. Я убедил все-таки президента через средства массовой информации тогда ввести вот единый 10-процентный налог для малых предприятий. И он тогда на это пошел. Что я хочу, например, проводить какую-то программу молодежную. Мне надо шукать... Нам надо депутатов. Сразу надо идти в министерство, к вице-премьеру или кому-то, договариваться с ним, чтобы он через своих депутатов в этом специальном комитете лоббировал это дело. Всегда по-разному. Всегда по-разному. Может быть и вообще бесплатно. Дело в том, что государственные деньги, почему пагубно, когда государство распоряжается деньгами, их никто не считает. Борьба в парламенте идет за бюджетный комитет. То есть как в бюджет будет распределяться. И по сути, кто понимает бюджетный процесс, это самое главное. Потому что в бюджете записывается строчка там. Вот как в последнем заседании Ляшко изменил ситуацию за 4 часа. Потому что договорился с премьер-министром, что ему выделили деньги на его компанию, которая занимается выпуском пожарных машин. Ну, короче, выделили деньги на покупку этих пожарных машин. Вот и все. Это политическая взятка. Мне нравится, как Соединенные Штаты Америки устроены. В принципе, к этому надо двигаться. Есть федеральные налоги, которые надо в центры собирать. Вот 5% я отношу к федеральному налогу. А уже потом центр эти деньги будет распределять частично по численности населения на каждый район или как на каждую область. Местные бюджеты тоже должны пополняться только за счет налога на недвижимость и налога на землю. Все. И второе, надо дать право местным бюджетам самим принимать налоговое законодательство. Они могут на своей территории отдельно вводить дополнительные налоги, если им так хочется. И тогда мы увидим очень просто, как в этом территории есть налоги, а в этой нет, и как будет передвигаться тогда капитал. А вот эти 10 тысяч податок, он... А это пенсионный фонд, фактически, да. А освита и в Сарай, что за рахом учебы до этого? Она должна переходить, должна быть только базовая освита, а остальное должно быть платное. До восьмого класса, условно говоря. Церковно-прихорская школа? Да, все вузы должны стать частными, никаких государственных не должно быть. Все академии наук должны быть переведены в частную. Медицина? Мы не можем позволить то, что делает Америка, когда она стала существенно богатой страной. При ВВП 52 тысячи долларов на душу населения, Америка может себе позволить очень многое. Украина при ВВП 2 тысячи долларов на душу населения не может позволить себе ничего. И поэтому вот эти бутафории в виде бесплатного образования, бесплатной медицины, их не существует де-факто. Давно. Все приходят в больницу, достают деньги и суют в этот халат докторов. Вы приходите взяти Канаду, которая имеет и ту, и ту форму медицины, медичного обслуживания? Опять мы посмотрим на ВВП Канады. По-моему, там около 40 тысяч долларов на душу населения могут себе позволить. Если мы снимем мит, особенно на вес товаров, то теоретично мы можем втратить внутреннего производителя. А он его нету. Опять вопрос. Это иллюзия. Его нету. Вы не назовете мне товар, который мы внутри страны вырабатываем и потребляем. Ну нету. Просто. Ну что, взагалі у нас ничего не шить? Ничего. Нет. Вообще ничего. Даже на уровне малого ты приятно? Нет. То, что можно продать за рубеж, ничего нет. Одна речь, когда к тебе вкладывает такая держава, там, чи грабует тебя, чи развивает тебя, как Британия, или Америка, а інша речь, как Россия. Что вы видите в этом сенсии? Вот как нам дальше будет? Паркан завести, и заводится уже два года. Ждать, когда умрет Путин. Вот. А то можно самому швидше? Нет. Ну ему уже достаточно много времени. Любые диктаторы задерживаются. Он не уйдет со своего поста. Он международный преступник. Он с Кремля не уйдет. Его многие люди хотят убить. По последним сведениям, на него было пять покушений. У нас распадается такой массив, как Россия. Нам будет дужен вопрос. Проблема, да, возникнет у американцев тоже, потому что нужно будет куда-то утилизировать огромное количество ядерного оружия. Ядерное оружие разбросано по всей России. Соответственно, когда она начнет распадаться, она начнет распадаться. То есть центробежные силы от Москвы начнут бежать просто-напросто. Регионы начинают отсоединяться. А они все будут с ядерным оружием отсоединяться. И какой лучший вариант в этом будет для Украины? Это неконтролируемые пуски ядерных боеголов. Вот то, чего боятся американцы. А наиболее? Наиболее, Путину свернут шею, придет другой, более мягкий, демократичный диктатор. И, в принципе, пойдет на то, что начнет тихонечко утилизировать. Так как когда-то поступила Украина, она просто согласилась, что надо избавиться от ядерного оружия. Не потому, что они хотели этого, понизить себе статус. А потому, что просто Кравчук сказал, что денег не было. Какие у вас амбиции были, поярчные? Ну, я создал движение. У меня амбиции очень большие. В том плане, что я себе загадал все-таки золотой памятник от благодарного народа. На полном серьезе. И я хочу его добиться. Но важно, чтобы люди сами сложились и поставили его. А они могут поставить золотой памятник политическому деятелю только в случае, если он их озолотит. И мне даже не надо будет занимать постпремьер-министра или президента. Мне самое главное раскачать движение до миллиона последователей. Потому что тогда миллион последователей либо сделают переворот, либо сделают революцию, либо просто мирным путем захватят власть. Я претендую на роль Ганди для Украины. То есть вот человек, который поставил свои задачи, чтобы Англия ушла и дала независимость Индии. Его предупреждали, что будет резня. Так она потом и была. Но Ганди добивался одного, чтобы Англия ушла, как колония. То есть Индия должна перестать быть колонией. Вот то же самое для Украины я хочу сделать очень великое дело. То есть отменить налоги на 40 лет и сделать украинца богатым человеком. Понимаете, ведь задача стоит это перенаправить финансовые потоки мира на территорию Украины. Вы просто должны осознать, что это такое. Это большая страна, 45 миллионов, и вдруг финансовые потоки разворачиваются и начинают идти не в европейские страны, не в Россию, и даже не в Америку, а начинают идти через Украину. А в что это может будет вкладаться? Просто скажите хотя бы одно, в что они могут вкладаться? В агроиндустрию? В что? В что Украина имеет за старой инфраструктурой, в основном это базовые, это финансовые услуги. То есть когда свободно перемещаются на вашей территории деньги, то в общем-то начинают открываться очень много банковских учреждений и финансовых учреждений. Типа потому, что будет выгодно там. Штаб-квартиры мира, больших компаний, такие как Apple, Facebook. Важно, что вот есть территория, которая признана всем миром и совершенно спокойно с самым низким налогообложением. И запретить это нельзя. Я вам приведу пример. Кантон Сух. Это небольшой городок, он 100 тысяч населения в Швейцарии. Кантон это примерно так, как штат Америки, только с небольшой численностью. У них 15% налогообложения. Все, больше ничего нет. В результате все сделки по Газпрому, по украинским энергетическим компаниям и европейским энергетическим компаниям происходят там. Кантон Сух не знает, куда складывать деньги. Вот реально они заседают и не знают, что делать с деньгами. Вы не знаете, до кого звертатись за финансованием Кантона? Они любят свою страну, они себе это добились нейтральностью своей и отлично живут. Украинец и патриотизм. Украинец будущего – это богатый украинец, с которым бедут модный украинец, который миру несет финансы, деньги, идеологию какую-то. И тогда у нас есть шанс хотя бы украинской молодости сохраниться хотя бы 30 слов в будущем. Потому что на сегодняшний день все равно все переходят на английский, компьютеры на английском, рок-н-ролл на английском, фильмы на английском. И мы должны понимать, что в сокровище с этого языком мы можем вложить максимум 20 слов. Но на языке нищих никто в мире не говорит. Всегда говорят на языке богатых. Это одна из причин распространения английского языка. Но для меня богатый украинец – это будут ему подражать. Все идеи развиваются, настоящие идеи мировые, они развиваются в взрывах, лавинообразно. То есть Big Bang – большой взрыв. Бесконечное количество энергии, оно выделится из бесконечно малой величины. Весь вопрос в том, чтобы добиться критической массы. На сегодняшний день идеология системы 5.10 – она идеальна. В нее могут люди поверить просто. Потому что мы говорим о деньгах, о достатке человека, о свободе. И как только они поверят, массово остановить будет невозможно. На сегодняшний день я даже думаю, что исчезнет Балашов совсем или уйдет с Украины. Эту идею уже не запихать обратно. Потому что мы прошли тот рубеж, когда первая тысяча, вторая тысяча, сто тысяч уже людей знают. И на сегодняшний день я точно знаю, что пока люди не попробуют систему 5.10, они не остановятся уже. Потому что мы зажгли вот эту мечту у нескольких хотя бы человек. Просто какие-то драг-дилеры. А вы, когда вам рассказали о чем-то хорошем, вы же пока не попробуете не успокоить. Это природа человека. Почему я говорю, что 5.10 – это социальная революция на самом деле. И вот они попробуют обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова